Всем большой привет! Меня зовут Лиля. Добро пожаловать на мой канал о вышивке крестиком Лилия Кроиц. И сегодня я бы хотела вам показать первый отчет, первый групповой отчет в совместном проекте Герои моего детства. У нас собралась довольно-таки хорошая, небольшая компания. Все девчонки очень креативные, очень общительные, и мы приглашаем вас присоединиться к нам. Совместный проект, мой совместный проект, посвященный героям моего детства. У нас уже собралось очень много героев, которые будут вышиваться, за которыми вы сможете наблюдать. И начну я со своих героев. У меня на самом деле очень планов, и вот два дизайна я уже начала вышивать. Первый дизайн это озорной проказник стич по авторской схеме Надежды Григорьевой. Схема называется стич-гитарой, но мы-то с вами знаем, какой он на самом деле в смысле был в начале, конечно же. Ну а еще он симпатичный и пушистый, об этом мы тоже все прекрасно знаем. Любимый, один из моих любимых персонажей. Всегда хотела иметь себе такого друга, с которым всегда было бы весело, который был бы не такой, как все. Кстати, получается очень-очень здорово, просто мне все нравится. Но пока это такие небольшие продвижения, то я сильно много о нем говорить не буду, как и о следующем процессе. И уже в других отчетах я вам расскажу побольше о своих персонажей любимых, чем они мне больше всего запомнились. Так что ждите. Следующий дизайн, который я начала, это принцесса Кида с мастерской эльфов. Это тоже одна из диснеевских принцесс, и многие почему-то про нее забывают, как и забывают мультфильм «Откуда она». Она с мультфильма «Атлантида». Она очень прекрасная, она вот жила как раз-таки в этой затерянной Атлантиде, и никакого другого мира больше не знала. И с появлением там исследовательской группы, с появлением ученых, которые нашли Атлантиду, она просто сгорает от любопытства, узнать что-то о другом мире, узнать что-то новое. Любознательностью мы с ней были всегда очень похожи. Начала я ее тоже недавно буквально вышивать, и надеюсь, что вам будет интересно понаблюдать за таким моим процессом. У нас есть еще одна похожая принцесса, ну не то, что похожая, из той же серии принцессы, тоже с мастерской эльфов. Это Аврора, и вышивать ее будет Наталья. Собственно говоря, Наталья и является, скажем так, инициатором совместного проекта, потому что именно она мне тогда предложила совместник устроить по этим принцессам, но в итоге мы решили его немножко, скажем, расширить, но на других персонажей тоже. И пока что она Аврору вышивать не начала, мы все этого очень ждем, но она начала вышивать другой дизайн, который называется «Офицеры». Это один из ее любимых фильмов, как она пишет. И также она говорит то, что это фильм о любви, то, что любовь — это самое непонятное, в то же время столь хорошее и известное чувство, и что все лучшие качества, которые только могут быть в людях, присущи героям этого фильма. Это не просто фильм о войне, это фильм о людях и отношениях, о трагической судьбе, о смерти и о том, что за сегодняшним днем пути к Орике обязательно последует завтрашний. Надежда на будущее, память о прошлом, жизни настоящим. Она написала еще много всяких просто прекрасных строк в свои отчеты. Очень рекомендую зайти в группу, прочитать то, что Наталья написала об этом сюжете и также немножко о себе. К слову, это ее первая авторская схема, которую она вышивает, и первый дизайн, который она вышивает на равномерке, так что давайте мы ее все поддержим и скажем, что обязательно все получится и желаем успехов. Следующий, значит, дизайн, который будет вышиваться в рамках этого совместника, вышивает Мария, и она вышивает бабулю и дедулю от Алисы. Они очень известные персонажи, и я говорю не только в плане сказки Курочка Ряба, а также все знакомые дизайны, много кто их уже вышивал. И вот Мария захотела их тоже вышить в рамках этого совместного проекта. Пока что отчетов никаких не было, но мы очень ждем продвижений. Дальше следует дизайн, который тоже всем уже знакомый, всем известный. Вышивает его Виктория, и она делала даже вступление в совместный проект, видео вступление на ее канале Виктория Холд. Обязательно тоже посмотрите, если вы еще не видели. Это ходячий фандомный замок по схеме от Надежды Григорьевой. Такой большой, огромный, красивый, столько всяких деталей, но просто, не знаю, это, наверное, будет, знаете, вот король нашего совместного проекта, потому что вот герои моего детства, и тут вот просто вот есть вот все, что... Не знаю, мне кажется, что каждый из нас найдет тут своего героя детства, да, или свой какой-то фильм, который мы в детстве очень-очень любили. И, ну, это просто великолепный дизайн, и я очень-очень-очень-очень просто рада, то, что вот такой вот проект будет вышиваться в рамках совместного проекта. Следующий дизайн будет вышивать Надежда, она пока что тоже еще не начала. Это, я сейчас надеюсь, что я правильно произнесу, муфта, полботинка и маховая борода. Я как поняла, что это эстонская какая-то сказка, я ее не знаю. Дизайнер схемы это Катя Семенова, и я очень надеюсь, что, когда Надежда начнет вышивать этот дизайн, очень, кстати, будет интересно посмотреть этот шивом, что-нибудь расскажет об этих героях ее детства, расскажет что-то интересное о них, что больше, скажем так, в них привлекает и так далее. Но мы переходим дальше. Девушка Елена, которая просто вот настолько творчески подходит к отчетам, ну просто вот за каждым отчетом вдвойне приятно понаблюдать, потому что она довольно часто их выкладывает, это раз. Она довольно быстро-быстро вышивает, прям вот за каждым отчетом видно такие колоссальные продвижения, и каждый отчет она сопровождает какими-нибудь, то ли строчками из Хоббита, то ли она сама что-то пишет. В общем, это целое искусство, как это делают эти отчеты, так что советую тоже обязательно зайти и посмотреть, что она сама пишет об этом дизайне, то что это гостеприимный Хоббит, рад не только заезжим волшебникам, но и гостям из совсем другой сказки. Муми, тролли и Хоббит, герой моего детства. Повторюсь, это просто великолепные отчеты, очень советую зайти и посмотреть. Но как же в героях детства и без Гарри Поттера? И Анна вышивает замечательную авторскую схему от Усовой Анастасии. Она вступила уже с начатой работой, у нее были вышиты, я так поняла, уже все кресики, полукрессики, остался бэкстич. Мы начатым работам тоже, безусловно, рады. Бэкстича, я так понимаю, будет очень-очень много вышиваться. Но мы надеемся, что это не составит большого труда, то что, скажем, бэкстич будет ложиться ровненько, аккуратненько, и он побыстрее закончится. Так что легкого отшива в дальнейшем. Вот Юля подошла к совместному проекту немножко с другой стороны, что я тоже имела в виду под этим совместным проектом. Она выбрала дизайн с вот такой вот феей, потому что она в детстве всегда мечтала быть феей. Но мы все продолжаем верить в сказки. И, конечно, тем самым, этим совместным проектом хотелось снова как-то... Мне хотелось, чтобы все как-то снова окунулись в детство, снова стали верить в волшебство, чтобы все снова окунулись в мир волшебства. И надеюсь, что у Юли тоже это получится. Ну, Юля говорит то, что процесс идет очень тяжело и медленно, и если одну-две ниточки, и она выше, то это уже хорошо. Ее университет очень похож на замок. И даже вставила фотографию со своим университетом. Здание ее института построено в конце 19 века, и она тоже пишет то, что местами очень заметно, особенно в подвале. И то, что его точно не ремонтировали, а то, что она делала в подвале, и почему, она напишет в следующем отчете. Поэтому заходите, смотрите. Лично мне вот заинтриговало. Очень интересно, что там, что за история с подвалом. Ну, а пока что вот такие продвижения. И мы переходим дальше. Следующий участник совместного проекта – это Анастасия. И у нее тоже очень интересный подход к совместнику получился. Дело в том, что она выбрала вот такого дракончика. Это авторская схема Василисы Светловой. Но изначально этот дракончик был зеленым, и она попросила автора перекрасить его в синий цвет, чтобы получился, угадайте, кто? Чтобы получилось сапфира из книги и также фильма «Эрагон». Она пишет то, что это ее самая любимая книга. Собственно говоря, по секрету скажу, моя тоже самая любимая книга. Прекрасный просто персонаж. Прекрасная книга, прекрасный просто автор. И вот такое вот что-то эксклюзивное будет тоже в нашем совместнике. Ну, цвета, конечно, просто великолепные, и сам дракончик тоже должен получиться очень-очень интересным, очень красивым. На этом пока что все. Это были все пока что продвижения, и все, скажем, вступления тоже в этот совместный проект. Надеюсь, что вам было интересно посмотреть. Напишите в комментариях, был ли ваш любимый персонаж среди представленных в этом отчете персонажей. И обязательно тоже вступайте в совместный проект, или заходите в группу и наблюдайте за продвижениями девчонок. Поддерживайте, будет очень-очень всем приятно. Ну, я думаю, что дизайны все очень интересные, так что каждый найдет что-то по своему вкусу. Еще раз благодарю всем за внимание. Ну, и до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok